Ссылка на мотивы предполагает наличие личной заинтересованности при выдвижении аргумента. Так в книге пророка Даниила мы читаем. Они вторично отвечали и сказали, да скажет царь рабам своим сновидения, и мы объясним его значение. Отвечал царь и сказал, верно, знаю, что вы хотите выиграть время. Книга пророка Даниила, вторая глава, седьмой и восьмой стих. Желание волхвов выиграть время может быть и было правдой, но это не касается истинности или ложности самого их утверждения. Аналогично, когда Давид пришел навестить состоящих в войске братьев и удивился, что израильсяне серпят Голиафовы богохульства, рассердился Голиаф на Давида и сказал, я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. Первая книга царств, 17 глава, 27 стих. По мнению старшего брата, Давид просто не хочет возвращаться домой, не увидев кровавого зрелища. Но так ли это или же нет, утверждение Давида, что армия Саула занимается странной деятельностью, вполне обоснованно, ибо они вот уже 40 дней подряд каждое утро облачаются в полное снаряжение и выстраиваются боевым порядком, чтобы целый день стоять и бояться, выслушивая оскорбительные речи о себе и о своем Боге, а к вечеру снова разойтись по шатрам. Распространенной формой ссылки на мотива служат заявления, конечно, служители церкви верят в Бога, в противном случае они остались бы без работы. Но, пожалуй, самый поучительный пример мы находим в книге Иова, когда сказал Господь Сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Иов 1 глава 8 стих. И тот, Сатана, мгновенно парировал, разве даром богобоязненный Иов, не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? 9-10 стих. Запомните, когда лукавый не в состоянии очернить ваши действия или образ жизни, он всегда будет плеветать на ваши мотивы. И лучше этому сопротивление просто игнорировать слова тех, через которых он это делает. Мотивы ваши только между вами и Господом. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? 1 Коринферам 2 глава 11 стих. Именно поэтому и нам самим, обнаружив логическую ошибку в рассуждениях собеседника, не стоит торопиться обвинять его в злонамеренности. Нам неведомо, что у него на сердце, и он может заблуждаться совершенно добросовестно. Даже доказав ошибочность доводов оппонента, вы в принципе не можете доказать, что это умышленные уловки. Дискуссия же просто перейдет в бесплодную плоскость взаимных обвинений. Как сказал Господь, не судите, да не судимы будете. Евангелие от Матфея 7 глава 1 стих. Впрочем, высказывания в жанре «эд хомием» нельзя считать совсем уже бесполезными. Как только ваш оппонент переходит на личности, это служит верным индикатором, что значимых аргументов у него больше нет. Человек, прозревший, читая в Евангелии, сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверст мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит его дела, тот того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверст, очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему ответ, в грехах ты весь родился, и ты ли нас получаешь?» И выгнали его вон. Иван Гатана, 9 глава, 30-34 стих. Столкнувшись с подобной аргументацией, ни в коем случае не возмущайтесь и не начинайте спорить, и тем более оправдываться. Не соглашайтесь играть по навязываем вам правилам. Прислушайтесь к рекомендации мудрого Соломона. Глупец выставляет свой гнев на показ, а разумный не слушает оскорблений. Книга-притч, 12 глава, 16 стих. Последуйте примеру апостолов. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Нет, достопочтенный Фест, сказал он. «Я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». Не стесняйтесь остановить дискуссию, чтобы заявить, да, не исключено, что я нехороший человек с нечистыми мотивами и в сомнительных обстоятельствах. Но все это не имеет никакого отношения к истинности или ложности обсуждаемого тезиса. И то, что вместо него вы предпочитаете обсуждать мою малозначающую персону, означает лишь одно – у вас просто нет обоснованных контраргументов, и вы, отказываясь признать это, предпочитаете вести грязную игру. А это неприемлемо вне зависимости от того, что является этому причиной – ваши мотивы, обстоятельства или же просто непорядочность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова